Хотите знать, где такая у нас красота в Анапе растет? Да, это те самые анапские подснежники, и их очень много, целыми опушками растут. В общем, сейчас я вам расскажу в этом видео, как добраться до сюда. Всем привет, друзья! С вами Светлана, и сегодня у нас необычная поездка. Мы едем за подснежниками. Вовсю в лесах распустились подснежники, и мы держим путь в Бужор. Дорогу к ним я сейчас вам детально покажу, расскажу и увидите. Я знаю, что вы очень любите таймлапсы, поэтому сейчас специально для вас я поставлю камеру на вот эту зону и покажу вам дорогу в быстром скоростном режиме. Вот мы проехали только что ЖК Кавказ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Судя по тому, что девчонки идут с цветочками, это все из леса, да? Да. Ух ты! А далеко идти, чтобы такую красоту найти? Вы по тропинке идите, а потом сверните куда-нибудь в поле, потому что по тропинке вы их не будете. Ну, то есть просто куда-то... Ой, с наступающим вам спасибо! Классно! Значит, все-таки я не зря приехала, я уже таким шагом спокойным иду, наверное, от силы минуты две-три от того места, где я освободилась. Ну, вы знаете, идет такой прям хороший подъем вверх, несмотря на то, что кажется плоскость, и я прям чувствую, что я прям поднимаюсь. Ух ты! Там такая красота! Жалко, что здесь вот такой вот ерочек. Сейчас попробую... Ой, даже, наверное, не буду я туда прыгать. Вот, вот здесь прям такие торчат голубенькие подснежники, и рядом беленькие подснежники. В общем, девчонки сказали, иди прямо, и если что, сверни с тропинки куда-нибудь направо-налево, и их увидишь. Музыка Такой восторг! Какая красота вокруг! Все в зелени, лес пробуждается от зимнего сна. Это просто невероятно! Музыка Я, кажется, нашла то, что искала. Впервые в жизни такое вижу. Давайте я даже... Вау! Смотрите, тут голубенькие цветочки. Музыка Вот они! Ой, какая прелесть! Их так много! Вот это да! Вот это красотища! То есть здесь можно вот так вот сейчас идти и показывать вам наши анапские подснежники. Музыка По-моему, не зря я приехала. И, знаете, думала, может быть, в Сару что-нибудь себе заберу. Но мне эту красоту просто жалко тоже рвать. Музыка Лесные. Целая опушка их. Смотрите, только какая красота! Да! Да! Вот это вот то, зачем я специально сюда приехала. Я вообще не расстроилась. И там все! Все вот вверх по периметру, сбоку, справа, слева. Все в этих белых подснежниках. Ну, это, конечно, невероятно! Все-таки, да, иногда стоит даже приехать ради такого, посмотреть на это вживую. Музыка Прям такие красивые. Эти головки опустили. Ой, а птички поют. Просто красота невероятная. А вот и распускающиеся почки на деревьях, смотрите. Вау! Нет, я реально сюда не зря приехала на эту весну. В Анапе можно смотреть вечно и восхищаться. Вау! Уже даже листики появились. Смотрите, друзья, первые листики на деревьях. Вау! Вау! У меня такой восторг, как у ребенка. Смотрите. С листиками уже. Такие здесь большие птицы, вам хочу сказать, летают. Просто огромные. Вот так выглядит пробуждающийся лес. Это у нас Анапа, Бужор. Я в таком восторге, что выбралась сюда. Это просто надо раз увидеть, почувствовать. В общем, вот такая вот замечательная прогулочка у нас выдалась сегодня в Бужоре. Это у нас тоже Анапа, Анапский район. Красота! Я вот, честно, давно в лесах не была и сегодня получила эстетическое удовольствие от лицезрения нашей пробуждающейся природы. Я, наверное, очень много раз сегодня сказала пробуждающейся, но так оно и есть. На самом деле, если у нас теплая зима, да, возле моря, здесь она более холодная, что ли. И здесь все прям резко начинает оживать, как только приходит весна. Ведь у нас-то там уже давно потепления были, а в лесу это немножко дольше происходит. И вот сейчас наблюдать вот эту всю красоту в зелени, в начинающейся зелени, это, конечно, очень бесподобно и очень красиво. И там вот я сейчас на телефоне попробую снять, приблизить, там тоже целая опушка с этой стороны, а там голубые подснежники. Ну прям очень красиво, нереально красиво. Благодарю Марину Черкову за то, что она подсказала и где найти это место. И вообще, в принципе, одна из первых написала, что вот они уже есть, эти подснежники. Я их, честно, впервые за почти за три года увидела в Анапе. И для меня это целое достижение, целое событие. То есть, благодаря таким отзывчивым, неравнодушным подписчикам, можно сказать, я начинаю все больше и больше узнавать Анапу, ее красоту. Вот посмотрите, какая прелесть. Здесь на солнышке вот эта вот часть, она прям уже с желтенькими такими цветочками начинает зацветать. Это очень красиво, ну нереально красиво. Вот сюда надо приезжать на выходные, дышать воздухом, любоваться этой красотой, проводить время с семьей. Вот сейчас проходила там, ну устроили пикник. Люди на двух машинах не стали снимать, нарушать их покой. Они с детками приехали в лес, без шашлыков просто пикник. То есть, я увидела, что они там, ну просто еда на столе лежала, но ни костра, ничего не было. Поэтому я понимаю, что люди уже заранее подготовили еду и приехали просто покушать на природе. Но что самое главное, я очень надеюсь, что эти люди, которые приехали сюда отдохнуть, покушать на природе, обязательно уберут мусор за собой. Ведь только из-за этого у нас, как правило, вот все леса, красивые места загажены. Я очень надеюсь, что эти люди более осознанно к этому подходят, ответственно. Поэтому надеюсь, что после них не будет мусора, а все уберут за собой. Ну на этом все, друзья. Я думаю, что вы теперь знаете, куда еще можно съездить в Анапу. Не обязательно какие-то достопримечательности искать. Просто отдохните в одном из лесов нашего курорта. Ну а с вами была Светлана. Если что-то еще будет похожее и интересное, обязательно буду с вами делиться этой красотой нашего Анапского района. Посмотрите, какие зеленые уже холмики. Травка взошла. Очень красиво. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok